Утро 7 декабря у верующих началось с торжественной божественной литургии в Екатериненском мужском монастыре, который отмечает свой престольный праздник – День памяти святой великомученицы Екатерины. Святая Екатерина – покровительница девушек. Великомученицы молятся о счастливой женской судьбе, об отыскании хорошего жениха. Сама она хранила целомудрие, несмотря на то, что многие достойные мужчины того времени, а это вторая половина третьего столетия, желали ее руки. Екатерина посвятила себя вере Христовой. Я очень почитаю святую великомученную Екатерину. Я несколько раз, больше двух раз, была на Синае, моего монастыря, которым 1400 лет с лишним, и по молитвам святой Екатерины. У меня многие знакомые, из которых молились, родились детки, девочки в основном. Екатерина проповедовала христианство, за что ей подверглось преследование, ведь в то время православие было в запрете. Завершением ее земной жизни стала казнь. Не отказавшись от веры, она сама положила голову на плаху под меч палача. Ее тело чудесным образом было перенесено на гору Синай, где спустя два с лишним столетия его обнаружили монахи Преображенского монастыря, который впоследствии был переименован в честь великомученицы. Мне вот посчастливилось третий раз быть сегодня на божественной литургии, посвященной этому празднику. Я знаю, что Екатерина очень почитается не только в православии, но и особенно почитается на территории нашего муниципалитета. И я всех наших жителей поздравляю с таким великим праздником. Нашему району посчастливилось иметь монастырь, построенный в память о святой Екатерине. В далеком 17 веке в этих местах охотился царь Алексей Михайлович, известный своей набожностью. Однажды ночью ему привиделась Екатерина, которая сообщила правителю, что его жена родит дочь. Так и случилось. В благодарность великомученице Алексей решил основать на месте ведения монастырь, а наследницу назвать в честь святой. Мы молимся ей. Здесь у нас монастырь, тем более иконы старинные. И мы очень почитаем святую Екатерину. Как и святой, этому монастырю пришлось вынести немало страданий, которые пришлись на годы репрессии. Но сейчас здесь царит благодать. Монастырь посещают тысячи человек, которые чтят память великомученицы Екатерины.